МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркий заплыв – спортивное семейное мероприятие при поддержке комбината «Запорожсталь». Лидеры производства – итоги конкурса «Трудовое соперничество». «Мы – это город» – началась реализация проектов победителей шестого сезона конкурса. Яркий заплыв – незабываемый семейный праздник при поддержке комбината «Запорожсталь» провели на центральном пляже. Около 500 участников из более чем 15 городов Украины приехали в Запорожье покорить стихию воды. Были посты, очень много постов, рекламы, которая повлияла на то, что многие приехали сегодня сюда. По подготовке, я бывший пловец, мне чуть проще. То есть это ежедневные тренировки прежде всего и, естественно, пробовать себя в открытых водоемах, потому что совсем другая специфика, не так, как в бассейне. Участники предварительно зарегистрировались, выбрав дистанцию. Самое главное – тысячу метров. Есть также короткие заплывы на 200 метров. Проверить свои силы пришли как аматоры, так и профессиональные пловцы. Много сборников Украины, много участников Олимпийских игр, чемпионов мира. Поэтому на сегодня мы не разделяли участников, потому что как только идет профессионал вперед, любителю очень хочется приобщиться. Он никогда не поплывет в одной пачке, когда плывет эта пачка, с чемпионом мира. Никогда, никогда не поплывет с чемпионом Европы. Здесь есть такая возможность. В дальнейшем при увеличении количества участников мы будем разделять на аматоров и профессионалов. Как и яркий забег, этот марафон проходит при поддержке комбината «Запорожсталь» в рамках празднования 85-летия металлургического предприятия. Именно такие инициативы дарят возможность активного семейного отдыха. Родной город можно любить по-разному. Можно много говорить, можно критиковать других с их инициативами, а можно просто брать и делать, вот так, как делаем мы. Это намного сложнее, но намного эффективнее. И в результате мы видим сейчас десятки действительно классных мероприятий в нашем городе, таких вот, как сегодняшний заплыв. Я уверен, что именно вот это мероприятие станет такой фишкой Запорожья, потому что у нас есть Депр, у нас есть Хортица. Открытие яркого заплыва провели на центральном пляже Запорожья. После этого участников перевезли на другой берег. Именно с острова Хортица они будут стартовать. Ожидаю, конечно, как и все, проплыть километры, занять какое-то призовое место, но хотя бы просто поучаствовать, потому что действительно здесь все очень здорово организовано. Считанные минуты начинается самое интересное. Участники один за другим идут к цели. За заплывом наблюдают и сапсерферы. Время проходит быстро, и уже на другом берегу встречают победителя. Дмитрий Амельков преодолел километровую дистанцию за 12 минут 27 секунд. Поначалу было очень тяжело, поскольку очень много людей. Не мог разобраться, где плыть, а потом после метров 200 уже стало ясно, начал бороться. Но для участников заплыва самое главное – это не цифры, а атмосфера настоящего семейного спортивного праздника. Настрій яскравый. Дуже добре, что у нас в этом месте проводятся такие масштабные спортивные заходы. И наше место поступово набывает европейскую спортивную культуру, адже в Европе очень популярны резноманітні забеги, заплывы на півмарафоны. Сегодня, конечно, было много прогрессийных спортсменов, но все-таки не жоден птах летит до середины Днепра. Мы его сегодня переплили. После самого сложного этапа организаторы устроили заплыв на 200 метров. Мужчины и женщины соревновались по отдельности. Первой среди прекрасной половины с задачей справилась Полина Вербицкая. Я занимаюсь профессиональным плаванием, мастер спорта. Я специализируюсь на коротких дистанциях. Винишь, 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 молодцы. Но на этом заплыве я решила попробовать проплыть и километр, и 200 метров. Километр прибыл, а третий, ну что, я думаю, тоже хорошо. А 200 метров. Я уже не думала, что смогу выиграть, потому что устала. Но, в принципе, было несложно. Желающие могли посоревноваться и в заплыве смешанной эстафеты, тоже на короткой дистанции. Не остались без внимания и дети. Ведь яркий заплыв – праздник для всей семьи. Родители сказали, ну, пойди попробуй. Я сказала, ну, хорошо, пойду попробую. И получается так, что мне вообще нравится плавать, и получается так, что меня приняли туда. Конечно, я не ждал этого, что будет заплыв. Но довольно-таки так хорошо. Плавать – это полезно для жизни. Завершился яркий заплыв награждением победителей. Призовой фон дистанции в один километр составил 7 тысяч гривен. Для победителей коротких заплывов подготовили памятные подарки. А вот позитивные эмоции гарантированно получили все участники мероприятия. Город однозначно должен жить и коммунальными вопросами, и развитием социально-экономической сферы. Но без таких мероприятий, без эмоций, конечно же, город не может жить. Особенно город, в котором живет такое большое количество активных людей. И поэтому я уверен, что это именно ответ на запрос запорожцев. И поэтому этот год у нас наиболее активен. Есть целая череда мероприятий, в которых запорожцы могут принять участие, поучаствовать и развить свои спортивные, здоровые такие навыки. Безопасность и производственные показатели на Запорожстале подвели итоги двух мотивационных конкурсов на премию генерального директора «Миллион по охране труда» и трудовое соперничество за второй квартал 2018 года. Лучшие цеха, бригады и учатки получили заслуженные награды в научном рапорте в минувшую пятницу. Безопасности производства на Запорожстале уделяется первостепенное внимание, поэтому главное, говорит Ростислав Шурма, в облеченность работников. У нас 4000 человек участвовало, почти 400 бригад. Особенно хочу отметить те цеха, которые ранее отставали, но есть хороший прогресс. Это Виктор Иванович, по Мартену у нас три бригады победителя. Сергей Иванович, наконец, включились, хотя сейчас увидим по списку, что не все, но по крайней мере две бригады, те, которые включились, они показали хорошие результаты. По традиции, почетные дипломы из рук генерального директора получили бригады, которые стали победителями в первый раз. Среди них и бригада цеха ремонта подвижного состава УЖДТ. Смотрел, как другие коллективы шли к этому постоянно, выигрывали. Меня это заинтересовало, вовлек свой коллектив в это и начали более тщательно подходить к данному вопросу, то есть вопросам решения проблем по охране труда. Коллектив вовлекся, мы пришли к данной цели, в итоге получили почетную грамоту. Коллектив участвовал очень хорошо, за что им спасибо большое. Второй конкурс «Трудовое соперничество», в котором участвовали цеха, разделенные на две группы и отдельные производственные участки. Критериев для оценки много, это и выполнение КП, и внедрение 5С, и эффективное информирование, а также соблюдение норм охраны труда и производственной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, уровень зрелости системы непрерывного совершенствования и уровень функционирования СПП и работы КНС. Среди участков лучшим во втором квартале стали бригада по производству алюминиевой дроби ЦПС и служба эксплуатации Мартеновского района цеха эксплуатации УЖДТ. Как только началось это соперничество, так мы и старались занять лучшие места. Но первым даже не мечтали, но так получилось, что заняли его. Это заслуга тех людей, которые работали и воплощали все задумки, все идеи. В сущности, это все зависит от людей, от рабочих. Среди цехов в первой группе лучшим в очередной раз назван коллектив обжимного цеха, а во второй группе кубок впервые достался газовому цеху. К этому кубку мы шли полтора года, когда я стал начальником цеха. И своему коллективу пообещал, что в этом году юбилейный год комбината, юбилейный год для газового цеха, 4 июля мы ответили юбилей 85 лет, была поставлена всем работникам задача все-таки достичь благожданного кубка. И мы с этой задачей справились. Хочу поблагодарить всех работников, мастеров, рабочих за тяжелую работу и за вознаграждение. Лучшие во втором квартале участки получили сертификаты на 20 тысяч гривен для улучшения рабочего быта. А каждый работник обжимного и газового цеха примирован на 250 гривен. Реализация началась. Две недели назад в Запорожье объявили победителей шестого сезона конкурса социальных проектов «Мы – это город», который проходит при поддержке металлургического комбината «Запорожсталь». А уже на этой неделе заработал IT-лагерь для запорожской молодежи. Валерия Солодовник в этом году с золотой медалью закончила школу. В старших классах девушка мечтала о карьере IT-специалиста, поэтому после школьных экзаменов отправила документы на поступление в Киев в Национальный университет имени Тараса Шевченко. Обучение в летнем IT-лагере Валерия считает отличной возможностью прийти на первый курс университета с новыми знаниями. Летний IT-лагерь работает в Запорожье уже второй год подряд. Здесь десятки студентов внимательно слушают лучших специалистов в этой сфере. Цель – научить молодежь тому, что станет стартом их успешной карьеры. За два месяца мы хотим дать базовые основные знания по самым популярным IT-шным направлениям. То есть мы набрали уже команду ребят. Два раза в неделю будем обучаться, с шести до девяти. И наши тренера, шесть наших опытных предпринимателей, IT-шных спикеров дадут те знания, которые они ими обладают, дадут, скажем так, толчок и мотивацию. Проект стал возможным благодаря участию в конкурсе «Мы – это город», который проводит комбинат «Запорожсталь». Его авторы выиграли грант в 48 тысяч гривен, которые пойдут на закупку необходимых материалов и оплату труда преподавателей. Для студентов обучение бесплатное. Чистота на рабочих местах и организация труда по системе 5С. Большой субботник прошел на Запорожье-Огнеупоре. Перед началом работы обязательный инструктаж. После практически весь руководящий состав завода принялся наводить порядок в валюмо-силикатном цехе. Генеральный директор Запорожья-Огнеупора Сергей Гоман отметил, подобные мероприятия уже стали хорошей традицией. Мы в апреле уже начали наводить порядок вне территории завода, помогая городу. В то же время мы провели огромные субботник внутри, где посадили более 200 насаждений. Процесс организации рабочего пространства проходит по системе 5С, целью которой является создание оптимальных условий для выполнения работы, поддержания порядка и чистоты на рабочем месте, а также экономии времени и энергии. Я уверен, что вот эти генеральные уборки, которые мы сегодня начинаем создавать, это как раз тот шаг, который мы делаем в развитии рамки системы 5С. Я благодарен каждому сотруднику нашего предприятия, который сегодня поддержал эту инициативу, за ваше неравнодушие. И я уверен, что вместе мы сделаем очень многого. В таком масштабе акция проходит впервые. Цель этой акции вместе с работниками рабочих профессии цеха привести в порядок цех на соответствие стандартам непрерывного совершенствования, стандартам 5С. Это очень важно для того, чтобы работники рабочих профессий видели, что руководство всего завода вместе с цехом переживает, болеет за общий результат. Приобщилась к субботнику и прекрасная половина трудового коллектива предприятия. Нас, девушек, больше привлекают, конечно, к работе творческой. То есть мы занимаемся покраской. Мужчины, конечно, в большинстве своем занимаются сложным трудом уборкой, зачисткой, ну и подготовкой именно к покраске агрегатов. В субботнике именно непосредственно в цехе, в таком масштабном, я принимаю первый раз участие. В субботниках, которые проходят, конечно, вообще по территории завода, мы принимаем участие минимум дважды в год. Главное музыкальное событие Азовского побережья при поддержке группы Метинвест в Мариуполе прошел масштабный фестиваль «Мариуполь Сити-2018». Три дня на берегу моря зажигали настоящие звезды отечественной сцены. Вопли Ведоплясова, Крэйзи Таун, Валентин Стрэйкало, Аторвальд, Ванила Скай, Грин Грейд, Зидзю и десятки других, а также приглашенная звезда мирового масштаба. Энди Мур номинант на премию Грэмми. Тысячи посетителей смогли увидеть вживую своих кумиров и насладиться непередаваемой атмосферой музыкальной свободы на берегу моря. Среди гостей фестиваля были и запорожцы, в том числе и молодежь металлургического комбината «Запорожсталь». Предприятие помогло лучшим молодым специалистам попасть на праздник музыки. Самое главное пожелание, чтобы все работники нашего предприятия комбината «Запорожсталь», которые приехали на этот трехдневный фестиваль, хорошо отдохнули, потому что они хорошо работают и заслуживают хорошего отдыха. У каждого, мы пока ехали, пообщались, у каждого разные музыкальные предпочтения. Кто-то больше любит рок, кто-то хип-хоп. Мы надеемся, что этот фестиваль даст каждому возможность услышать и увидеть своих любимых звезд, кумиров и получить удовольствие от музыки, от драйва, от отдыха, от солнца, от пляжа, от этого всего. Фестивальное движение развивается и в Запорожье. Благодаря поддержке металлургического комбината «Запорожсталь» в апреле прошел масштабный фестиваль джаза, который собрал десятки тысяч поклонников этого направления со всей Украины. И уже 1 и 2 сентября также при поддержке металлургов пройдет не менее грандиозный фестиваль «Хортица Фридом». Это два дня музыки нон-стоп, синтез этнокультуры и современных мотивов Украины. Ожидаются топовые отечественные исполнители разных жанров. Будет две сцены, фуд-зона, детская зона с аттракционами, а также бесплатные экскурсии по туристическим маршрутам легендарной «Хортицы». Организаторы обещают еще много интересного и ожидают более 50 тысяч гостей. Ход на фестиваль будет бесплатный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!